Не понаслышке все знают, что в Нарынской области зима особенно холодная и если раньше местные жители обходились старыми методами обогрева жилища, а дороги чистили вручную, то сегодня они идут в ногу со временем. Диана Мамекова расскажет, что за новшества введены в Нарыне. Водитель предприятия Нарын Тазалык не нарадуется новой технике. С 1 января он за баранкой новенькой снегоуборочной машины. Тем и привлекает внимание проходящих мимо людей. Она не только убирает снег, но и подметает. Эту машину можно использовать и в теплое время года. Здесь есть и шланг для полива. Надеюсь, работать теперь станет легче. Приобрели всего одну такую машину. Для маленького предприятия сумма приличная – более трех миллионов сомов. Поэтому основную часть выплатила республиканская инспекция по защите окружающей среды. Остальную сумму выделили из местного бюджета. Сейчас идут переговоры по приобретению еще двух таких машин в следующем году. Для этого мы, наши предприятия, должны собрать около миллиона сомов. И все же сотрудники рады и этому. Надеются, что теперь лучше справиться с уборкой снега, учитывая, в каком объеме он выпадает в этом регионе. Мы приобрели 150 тонн отсева, 30 тонн соли, также горюче-смазочные и другие инертные материалы. Этого хватит до наступления весны. Не менее радостная новость и у воспитанников детского сада «Айдос» в Ахталинском районе. Благодаря проекту по развитию «Мини-ГЭС» им выделено 470 тысяч сомов на водонагревательное оборудование. «Теперь у нас всегда есть горячая вода. Для нас это непривычно. Мы каждый день стираем постельное белье детишкам. Также экономим электроэнергию, так как это оборудование энергосберегающее». В райадминистрации планируют установить такое оборудование в каждом детском учреждении. Диана Мамекова, Белёк Паширимбеков, Чулпомбек Абасов, Общественный Первый канал, Нарынская область.